Остался месяц до окончания капитального ремонта участка дороги Сузун-Битки-Преображенко. Дорогу поэтапно восстанавливают третий год. В этом сезоне делают самый протяженный участок – 5 километров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он проходит вблизи населенных пунктов – деревни Бородавкино и поселка Степной. В основании этой дороги рабочие находили примесь черного грунта. Это привело к разрушению дорожного полотна. Когда строительство шло в советские годы, о таких нагрузках и не мыслили. А ведь здесь еще болотистая местность. Теперь дорогу строят по всем правилам и с учетом интенсивности движения. Собирается существующая конструкция дорожной одежды. Устраивается новая с песчаным основанием толщиной 53 см, 40 см щебеночное основание и два слоя асфальтобетона. Принципиальное отличие от традиционных асфальтобетонов, которые мы использовали с советских времен, это как раз метод объемного проектирования. Проектирование – это наиболее близкое, скажем так, проектирование к реальным условиям. Асфальтобетона здесь два слоя. Общая толщина – 11 см. Его укладывают по новым технологиям. Завершенные участки водители буквально пролетают. Здесь проходят школьные маршруты. Само направление соединяет Сузунский и Скитимский районы. С прошлого года на спрайт охватывает автомобильные дороги не только новосибирской агломерации, но и регионального, а также межмуниципального значения. Областной Минтранс контролирует этот объект в рамках выездного совещания. Устрой контроля больших претензий нет. Еще в процессе дорога положили только нижний слой асфальта, верхний только начинает. Нижний слой асфальта еще порядка трех километров положить. Два километра у нас готово. Качество уплотения есть. Самые болотистые места максимально усиливают, чтобы дорогу в дальнейшем не спучило. По словам подрядчика, на отдельных участках применяют геотекстиль и бутовый щебень. Выполняют водоотведение. Все основные работы в стадии завершения. Есть к чему стремиться. Много дорог надо приводить в норматив, в том числе и в Искитимском районе. Что мы сегодня пытаемся реализовать с помощью, в том числе и национального проекта «Безопасные качественные дороги». Этот участок подрядчик обещает сдать в конце октября. В последующие годы ремонт дороги планируется продолжить.